Депутаты Горсовета ознакомились с работой предприятий объединенных котельных и тепловых сетей. В ходе выездной встречи народные избранники посетили центральную базу ПОК-ИТС, одну из котельных, центральные очистные сооружения и место прорыва канализационного коллектора на пересечении улиц Ненецкая и Оленная. У нас сточная вода очень прозрачная, хорошего качества. По крайней мере, качество нашей сточной воды намного выше, чем европейская. Как отметила руководитель ПОК-ИТС Наталья Бетхер, в России очень жесткие требования предъявляются к очистке сточных вод. И центральные очистные сооружения Наринмара с этой задачей пока справляются. Мы своими силами тоже уже немало денежных средств вложили в тот корпус, который действует. Мы и аэраторы в этом году еще одну линию заменили, и воздуходувки заменили. Очень-очень много мероприятий сами своими силами провели, чтобы довести воду тоже до нужного качества. Во-первых, мы заинтересованы, чтобы штрафы большие не платить, потому что постоянный контроль за нами со стороны Росприроднадзора, и прокуратура очень часто у нас бывает. Почему-то тоже они сильно заинтересованы. Вот буквально осенью были, проверяли воду, она у нас должного качества. Депутаты горсовета также побывали на месте прорыва канализационного коллектора на пересечении улиц Ненецкая и Оленная. Напомню, в начале августа на данном участке произошел провал асфальтового покрытия из-за того, что грунтовые воды выдавили дно канализационного колодца. Работы по устранению причины и последствий данной аварии продолжаются до сих пор. Мешает грунтовая вода. Подземное озеро или ручей там. По словам Натальи Бетхер, из-за того, что в регионе нет компаний с опытом устранения подобных аварий, сотрудникам ПОК-ТС пришлось дистанционно консультироваться со специалистами в данной области из других регионов. И они подтвердили правильность выбранной технологии. В городе опыта нет. Вот такие работы проводить не у кого. Почему мы в этом убедились? Вот, может быть, видели, возле первой школы у нас авария уже с 17-го года. Она точно такая же. Точно такая же. Но там мы вышли из положения, вот временную КНС-очку соорудили и качаем эти стоки. Три раза объявляли аукцион. Два раза никто не вышел, на третий раз вышли и даже не приступили к работам. На сегодняшний день все работы по устранению коммунальной аварии муниципально-унитарное предприятие проводит за счет собственных средств. Одна только водопонижающая установка обошлась ПОК-ТС в 2 миллиона рублей. Как отметил председатель горсовета Денис Гусев, подобные выездные встречи и знакомства с работой муниципальных предприятий и учреждений города проводятся в рамках подготовки главного финансового документа окружной столицы, чтобы учесть необходимые расходы для решения проблем МУПов. Включить какие-то расходные средства, вместе с тем организационные решения какие-то выслушать, какие они принимаются. Где-то, может быть, со стороны депутатского корпуса прозвучат вопросы, связанные с тем, чтобы ускорить по тем или иным направлениям работу. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.